Участие в конференции принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, депутаты Госдумы, главы муниципалитетов края, представители местных исполкомов, координаторы партийных и нацпроектов и секретарей первичных отделений партии. Главными вопросами стали задачи регионального отделения по организации и проведению избирательной кампании осенью следующего года и выбора делегатов на 19-й съезд партии. В своем выступлении губернатор отметил, что у руководства региона и партии одни цели. За последние четыре года при поддержке депутатов-единоросов по программе «Комфортная городская среда» было благоустроено свыше 300 дворов, парков и скверов. На эти цели было выделено порядка 2 миллиардов рублей. Отремонтировано 150 спортзалов в сельских школах, 65 домов культуры и театров, получили новое оборудование и музыкальные инструменты. Благодаря сотрудничеству с «Единой Россией» удалось существенно улучшить экономическое положение края. А если уж говорить в целом о результатах экономики региона, вы прекрасно помните, что в 2015 году бюджет края составлял 190 миллиардов рублей. Сегодня, если уже началось с 2015 года, что мы имеем наконец 2019 год, мы имеем, что сегодня бюджет края составит к концу года 315 миллиардов рублей. Еще раз подчеркиваю, это четвертый год совместной работы. 190 миллиардов и 315 миллиардов. Глава региона поблагодарил депутатов «Единой России» в законодательном собрании, отметив, что они умеют работать не от выборов к выборам, а каждый день. И партийные проекты заметно улучшают качество жизни. В рамках работы конференции Вениамин Кондратьев вместе со спикером регионального парламента Юрием Бурлачко и делегатами конференции осмотрели выставку партпроектов. Отдельно губернатор отметил Анапскую экспозицию «Историческая память». В рамках работы партийного проекта «Историческая память» поисковым отрядом была в этом году проведена экспедиция. В районе станицы Благовещенской были обнаружены останки двух военнослужащих непогребенных. Естественно, провели эксгумацию, провели работу по захоронению. Активно участвуем в партийных во всех проектах. Ну и дальнейше будем поддерживать эту линию. В настоящее время в Анапе активно реализуются партийные и национальные проекты «Единой России». Строительство новых социальных объектов, благоустройство дворовых территорий, улучшение курортной инфраструктуры – это только часть тех программ, которые работают на территории нашего муниципалитета. В первую очередь все эти проекты являются социально ориентированными и преследуют главную цель – это улучшение качества жизни. В частности, можно отметить такие проекты, в которых Анапа активно принимает участие. Это, в частности, безопасные дороги, это, в частности, народный контроль. По итогам конференции, однопартийцы внесли изменения в составы регионального полицовета и его президиума, а также избрали депутатов от края на 19-й съезд партии, который пройдет 22 ноября в Москве. Руслан Душевский, Анапа. Регион.